Садхгуру, мне не даёт покоя один вопрос. Если бы в жизни не было чисел, не было такого понятия, как числа, находился бы ли я в большей гармонии с природой и с жизнью? Намаскарам Прасун. Я знаю, что вы — мастер слов, и не любите числа. Но как только вы говорите «я» и «ты», уже появляются двое. Или если вы говорите «я», появляется один. А там, где есть один, то десятки, сотни, тысячи, миллионы станут естественным последствием. Так что говоря «я», вы уже создаёте число. Мы имеем дело с числами не только когда речь идет о возрасте, времени суток, во сколько ложиться спать, во сколько вставать. Речь не только об этом. Вы и я уже сами по себе два числа. Так что «я» — само по себе тоже число. Единственный способ выйти за рамки чисел — стать тем, что называют шуния. «Йога» означает «отсутствие чисел». «Почему в йоге нет чисел?» «Йога», потому что слово «йога» само по себе значит «единство», то есть это наука о том, как стереть границы своей индивидуальности. «Стереть границы индивидуальности» значит «стереть первоначальное число», то есть «себя». «Уберите единицу» — и что останется от миллиона, миллиарда? «Ничего, только ноль». Таким образом, йога означает «уничтожение чисел». Йога означает «единство», а «единство» значит, что нет меня и тебя, нет много, есть только одно. Но этого одного не существует, есть ничто. Это «ничто» называют по-разному. Шуния, Шива, что по сути означает то, чего нет. У того, чего нет, не может быть чисел, они есть только у того, что есть. Таким образом, числа — естественное следствие физического существования. Существование бесчисел возможно только для того, кто вышел за рамки физического. Когда мы говорим, что что-то бесконечно, мы тем самым говорим, что оно бесчислено. Когда мы говорим, что что-то безгранично, отсутствие границ означает, что нет одного или двух. Так что достичь бесчисленного существования можно только достигнув абсолютного состояния йоги или единства. К этому мы и стремимся. На это направлены мои усилия в жизни — привести людей к этому состоянию за пределами чисел. Но не забывайте и о магии слов-просун. Магия чисел также прекрасна с точки зрения математики, как и магия слов. Между словами и числами не существует разницы. Ведь там, где есть одно слово, будет и много слов, а там, где есть одно число, будет много чисел. Всё это — следствие материального проявления мироздания. Если кто-то выходит за рамки физического, мы называем это словом «духовность». Что такое духовность? Существование без чисел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok